МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комиссии по беззалоговым кредитам стали выше. По сравнению с серединой сентября прошлого года доля комиссии от суммы по кредиту увеличилась в два раза с 8 до 14%. Но несмотря на это, был составлен рейтинг банков по размеру комиссии на выданные займы. Так, по последним данным, в этой категории лидирующие позиции заняли Тимирбанк, Альянсбанк и Народный банк. По информации в Тимирбанке по условиям программы Тимир-альтернатива доля комиссии от суммы к получению может составить 14%. В Альянсбанке 11%, в Народном банке 9%, в других банках комиссия чуть ниже. В БТА-банке 8,8%, в Цеснобанке 6,4%. В Каскоммертбанке 6%, в АТФ-банке 5,75%. В Банк Центркредит 5,6%, в Евразийском банке 3,6%. В таких розничных банках, как Банк Хоум Кредит и Каспий Банк, комиссия по экспресс-кредитам составляет 0%. Также аналитики капитала провели калькуляцию по кредитам и составили рейтинг банков, у которых выгоднее брать беззалоговые кредиты. За основу исследования брали выданные на руки 500 тысяч тенге. Вопрос заключался в том, сколько в конечном счете потребителю придется вернуть в банк. АТФ-банк занял первый пункт среди самых выгодных для потребителей банков. Другими словами, оформил в этом банке годовой экспресс-кредит на сумму 528 тысяч 750 тенге и получив наличными 500 тысяч тенге, ежемесячно нужно будет выплачивать по 48 тысяч 200 тенге. В течение года банку придется заплатить 578 тысяч 400 тенге. На втором месте оказался Цеснабанк. Там при сумме займов 532 тысяч тенге ежемесячно нужно выплачивать 48 621 тенге. В течение года нужно будет внести в банк 583 452 тенге. Третье место БТА-банк. При сумме кредита на 544 тысяч тенге ежемесячно в течение года нужно будет погашать по 48 844 тенге. Конечная сумма составит 586 тысяч 128 тенге. На четвертом месте КАСКОМ годовой кредит на сумму 530 тысяч тенге ежемесячно нужно будет вносить в банк по 49 107 тенге. Итоговая сумма, которую заемщик отдаст банку – 589 тысяч 284 тенге. Пятая строчка за Народным банком. КАСКОМ кредит в сумму 545 тысяч тенге, то в течение года нужно будет вносить в кассу банка по 50 тысяч тенге. За год банк получит от заемщика 600 тысяч тенге. Добавлю, самый дорогой беззалоговый кредит выдают в банке хом-кредит. При сумме кредита 500 тысяч тенге ежемесячный платеж по займу в банк достигнет 60 670 тенге. За год заемщик отдаст банку 728 тысяч 40 тенге. Банки активно наращивают кредитный портфель. За месяц объем потребительских кредитов увеличился на 12,7% или на 21 миллиард 477 миллионов тенге. В феврале банками было выдано кредитов на потребительские цели на 169 миллиардов 716 миллионов тенге. В марте 191 миллиард 193 миллиона тенге. Последние полгода наиболее востребованными были длинные деньги. В сентябре прошлого года доля долгосрочных займов в потребительском судном портфеле была на уровне 87,5% в октябре, 84,8% в ноябре, 83% в декабре, 83,3% в январе 2014 года. Доля таких займов составила 86,1%, в феврале 72,6%, в марте доля длинных кредитов за полгода достигла минимума 69,3%. Напомним, с 1 февраля этого года ежегодный рост беззалоговых займов не должен превышать 30%. Таков экономический обзор новостей к этому часу. Я напоминаю, что выпуски нашей программы вы можете также просмотреть на сайте телеканала 24КИЗ и социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok